Всё, население возмущается по поводу цены. То у нас было 8, потом 25, потом 55 с человека. А на сегодня один куб 53 рубля 41 копейка. 53 рубля 41 копейку Нине Селяновой нужно ещё умножить на 6. Это количество кубов, которые потребляет один житель села Маково. Такой норматив установили в службе по тарифам. Умножаем на трёх прописанных, получаем в месяц почти тысячу рублей за воду. Цифры немалые. 50 мы платили, 55. Я согласна, 55 на человека. 55 рублей на человека без повышающих коэффициентов. Их установили для тех, у кого нет счётчиков. А в этом селе, впрочем, как и в остальных населённых пунктах Володаровского района, прибору учёта редкость. Платежи в районе изменились с приходом консессионера. Это московская организация «Цифровой водоканал», которая теперь занимается обслуживанием всех володарских водопроводов. Это новшество. И люди будут потом, впоследствии, на 20 лет они взяли в аренду все водопроводы Володарского района, они впоследствии будут вкладывать свои инвестиции и делать нам новый водопровод. То, что появится новый водопровод, это хорошо, считают жители. Вот только платить по нормативу получается дорого. Прежде чем приступить к обязанностям, компания-консессионер привела обследование всех сетей. Износ составил более 70%. По консессионному соглашению цифровой водоканал принял на баланс 254 километра разводящих сетей. 70% из них в аварийном состоянии. Чтобы отремонтировать сети и наладить питьевое водоснабжение в районе, консессионер в течение 20 лет выложит 700 миллионов рублей. По инвестпроекту уже 4 года питьевой водой будут обеспечены 37 населённых пункта. Соответственно, на сегодняшний день вода, которая поступает в дома жителей Володарского района, по своим параметрам больше техническая, чем питьевая. Рассчитан именно для технической воды, для параметров технического водоснабжения на территории Володарского района. Служба по тарифам его рассчитывала по всем параметрам. Я могу привести пример, который у нас был по Володарскому району в этом году. До того, как зашёл в район консессионер, у нас ряд муниципальных образований, где ранее действовали до 2016 года тарифы ГП водопроводы, они были на уровне 42 рублей на питьевую воду. Но когда пришёл консессионер, то уже выяснилось, что фактические параметры воды, фактическое качество воды было всё-таки техническим. Таким образом установлен тариф в размере 53 рубля 41 копейка. В зависимости от уровня благоустройства установили повышающий коэффициент, то есть средний объём потребления коммунального ресурса. Для тех, у кого колонка с водой во дворе, действует норматив 1,8 куба в месяц на человека. Владельцы жилья с коммунальными удобствами – 6 кубов. Посчитаем. При стоимости в 53 рубля 1 кубического метра технической воды на норматив 1,8 получаем 95 рублей в месяц. Выходит 3 рубля в день. Жители Владаровских сёл уверяют, что нормативы завышены, и они не потребляют 1,5 куба в месяц, тем более в зимний период. Сами нормативы всегда выше для того, чтобы человек мог перейти на счётчики. У него есть два права – работать либо по счётчику, либо по нормативу. Если он не устраивает норматив, он должен перейти на счётчик. Поэтому эти нормативы есть, существуют они в общем доступе, и мы руководствуемся при начислении. Чтобы переход на новый тариф был постепенным, в администрации Владаровского района приняли решение снизить норматив потребления воды. А ажиотаж подняли. Почему? Потому что были нормативы, и нормативы были завышены, и нормативы были в пределах 6 кубов на одного человека. Поэтому народ был возмущён. На сегодняшний момент мы пришли, что из расчёта 2 куба в месяц человек будет оплачивать. Жители посёлка Самоуловский того же Владаровского района дождались воды. Впервые водопровод провели к домам сельчан только этой осенью. До этого воду носили с ерика. Как хорошо, что дома вода. Но это не знаю, до каких это будет пор. Потому что ещё зима скоро, а воду ещё не утеплили. Водокачку в посёлке построили за счёт средств Владаровского района. Население посёлка, а это 25 домовладений, на сходе решили самостоятельно обслуживать станцию. И новые тарифы, и нормативы на них не распространяются. С человека в месяц собирают по 100 рублей. Средств хватает, чтобы оплатить электроэнергию и зарплату рабочему. Воду качают с реки Бузан. 15 тонн хватает на 2 дня. Вода набирается с реки. Чистая вода набирается. Включается там система. Набирается в ёмкость бочка. Потом идёт по домам. Чистая вода. А то, когда воды не бывает, у нас маленькая речка, она пересыхает. Людям воду трудно брать. Но со временем новая водокачка в посёлке Самойловске также перейдёт цифровому водоканалу. Администрация Владаровского района должна обеспечить питьевой водой всё население. Район будет постепенно переходить к новой системе. На следующей неделе в Астрахани пройдёт совещание представителей регионального министерства ЖКХ. Администрация Владаровского района с консессионером. Цифровой водоканал представит проект первого этапа реконструкции магистральных сетей в районе. Жанна Алиев, Руслан Асанов, Центр новостей.